или предкомпактности в л.п. пусть а некое подмножество л.п. д.п. ну давайте вот так вот от 1 до бесконечности но случае когда перво на бесконечности мы сейчас не будем разбирать в нем тоже в этом случае тоже можно сформулировать критерий предкомпактности пока этого делать не будем начну такое утверждение а привет компактно в л.п. тогда и только тогда когда выполнен два условия 1 так начну первое требуется чтобы множество было ограничено в следующем смысле существует константа c1 такая что для любого икса из а еще выполнена следующая сумма пока от 1 до бесконечности x катая в степени p по модулю поставил не превосходит c1 и второе условие давайте я так сейчас сейчас формулирую для всякого иксела большего 0 найдется такой номер н большое да натуральное число да такое что для любого икса из а сумма пока от н большого до бесконечности x катая в степени p будет меньше чем и писала ну а два условия которые значит определяют предкомпактность множества ну вот давайте мы это утверждение докажем значит какие у нас есть инструменты доказательства предкомпактности что можно использовать теорема арцила скале это теорема непрерывная предкомпактности пространстве непрерывных функций у нас же здесь другая про другое пространство как еще есть теорема ну да дарима хаусдорфа да давайте для полного пространства сформулируем на же пространство полное да то есть значит если пространство полное то множество предкомпактно что нам получается надо доказать надо доказать что множество которое творят в этим двум условиях вполне ограничено и наоборот если множество вполне ограничено то он удовлетворяет этим двум условиям но давайте вспомним что такое а вполне ограничено значит что для всякого эпсила существует дать так напишу конечная эпсилон сеть то есть любой любой элемент пространство можно приблизить элементом конечной эпсилон сети так но с какой стороны начнем доказывать чем больше нравится необходимости достаточность условия давайте с необходимости начнем попробуем что у нас если я предкомпакт он вполне ограничен украшена пусть то предкомпакт так докажем а ну значит раз предкомпакта вполне ограничена в силу теоремы хаусдорфа да а что это значит ну давайте выпишем для всякого эпсилон больше 0 существует конечная эпсилон сети то есть для всякого икса из а существует элемент а принадлежащий конечной эпсилон сети такой что расстояние от икса до а меньше чем эпсилон так ну тогда тогда что надо проверить два условия до 1 проверяем ну заметьте вот это первое условие можно переписать в таком виде давайте я могу тут сюда отдать так это 1 до 2 первое слово на самом деле эквивалентно следующему расстояние от икса до 0 не превосходит c1 в степени п верно c1 степени п но дамает можно назвать такими к 1 например да так надо проверить что это выполнено да давайте проверим вот расстояние от икса до 0 как мы его можем оценить так какая у нас метрика на пространстве лп да давайте вспомним расстояние от икса до y равняется корень степени п так здесь модуль x к то минус y к то в степени п полотно расстояние в льп так быть вот пространство новую учитель бэц и а ну это вот то что мы с чем мы работаем постоянно икс 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 так ну вот ну смотрите вот расстояние такс 1 0 как мы можем оценить она не больше чем сумма расстояний вот первое не превосходит эпсилон так даже можно строго написать несущественно а второе смотрите не превосходит максимум по всем а из эпсилон а расстояние от а до нуля до их конечное число этих элементов из всех расстоять берем максимально получаем хоть константу ну и все это обзорим константы к 1 выполнена первое проверили дальше теперь на второй проверить так давайте проверим выполнили второй этап какие предложения будут у нас что сумма всех элементов точная сэн меньше эпсилон да да так значит у нас существует конечная эпсилон сеть да вот как мы этим можем пользоваться так так Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Так, вот выбрали Играет музыка Играет музыка Играет музыка Так, давайте мы вот... Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Знаете, есть такое неравенство Минковского? Знать, знаю, но как оно звучит, опять забыл Смотрите Надо как-то это самое Надо прорабатывать же материал лекции Там, который вот мы изучаем Так Сейчас смотрим У нас будет... У нас будет... Интеграл... Ну, какой интеграл У нас же здесь сумма Ну, здесь есть несколько неравенцев Минковского Есть интегральный неравенцев Есть для сумм Ага А, вот для сумм Точно Для сумм Ну, у нас получается, что... Значит, что предлагается сделать? Вот здесь Давайте Вычтем и добавим Акаты Ну, вот под каждый модуль, да? Что в итоге получится? Это меньше либо равно чего? А, если вы добавите... А, ну, логично Сумма Иската плюс... Ну, отдельно, если расписать эти суммы То есть Иската отдельно сложить или Акаты Сумма по К от 1 до бесконечности Здесь будет... А, корень, да? Забыли Единец на П Здесь будет Акаты в степени П Так, и все Это тоже степени Ц на П, да? Ага Вот Ну, значит, смотрите Так, как нам теперь использовать? Сейчас, секундочку У нас получается, если была слева... Так... Ну, вот первое... На и смотрите Давайте вот здесь вот у нас вот Аката Это... Значит, вот эти А Это элементы конечной эпсилон сети, да? Давайте как-нибудь занумеруем вот по L От 1 до N будем L менять, так? Ну, вот пусть X у нас приближается AL, да? Здесь будет ALT Тут ALT Здесь ALT Так, ну, смотрите Так, ну, смотрите Вот если мы X приблизили ALT, то первая сумма не превосходит чего? Так, первая сумма? Да Эпсилон в степени П? Ну, конечно, да Эпсилон в степени П, да Эпсилон в степени П, да Эпсилон в степени П Ну, и это все, получается, чем можно ограничить? Эпсилон в степени П Ой, это даже без степени П, просто Эпсилон Что я нарисовал? Да, это похоже Ну, ладно, пусть будет так А, не просто Ну, а тут возьмем максимум O7L Там от 1 до N Расстояние от 0 до AL2 Ну, все, это какая-то константа, верно? Да Константа К2 Ну, а теперь посмотрите, что получилось Так Ну, мы практически Мы ограничили эту сумму константы Ну Да Да Ну, ладно, на самом деле здесь пока ничего принципиального нет по сравнению с первым пунктом Но мы сейчас будем дальше использовать Давайте переоценим сумму по К от N до бесконечности Икс КТ Икс КТ И все это в степени П И все это в степени П Да, ну вот, вот не нравится, мы только что вывели Теперь, значит, мы здесь можем взять сумму по К от N до бесконечности Икс КТ Значит, вот это не превосходит чего? Значит, смотрите, первое не превосходит, опять же, эпсилона. А теперь давайте выберем n так, чтобы остаток ряда был бы меньше, чем эпсилон. Можем это сделать? Вот смотрите, вот этот ряд сходится. Мы можем выбрать n1 таким образом, чтобы остаток первого ряда был бы меньше эпсилон, n2 таким образом, чтобы остаток второго ряда был бы меньше эпсилон. Ну и затем из всех выбранных n взять максимальный. И тогда получается, что все это ограничено эпсилон. То есть это меньше, чем 2 эпсилон. То есть, видите, какой бы мы тут не брали бы эпсилон, всегда можно найти такой n, что данная сумма будет меньше, чем 2 эпсилон. И нас тогда это устраивает, да? Потому что у нас просто ограничение по второму, что меньше эпсилон должно быть. Ну, и обозначить, да, вот 2 эпсилон через эпсилон штрих, да? Вот сейчас, какой бы мы ни взяли эпсилон штрих, да, всегда можно подорвать такой n, что данная сумма будет меньше, чем эпсилон. Но здесь чем мы пользуемся? Смотрите, что, значит, вот этот ряд сходится, значит, остаток ряда стремится к нулю, да? То есть для всякого эпсилона можно выбрать такой номер, начиная с которого остаток ряда меньше, чем эпсилон. Ну, понимаете, что для каждого из этих рядов это n будет свое. n будет свое, но поскольку таких рядов конечное число, мы можем из всех n взять максимальный. Тогда получается, что вот эти вот все суммы будут при n большем, так, максимальных выбранных n будет меньше, чем эпсилон. Понятно. Да, ну вот такой стандартный трюк из-под анализа, да? О, начнем. Доказали необходимость. Ну, достаточность. Здесь надо что сделать? Здесь надо на основании вот этих вот двух условий сформулированных построить конечную эпсилон-сеть. То есть если выполнят эти два условия, то мы строим конечную эпсилон-сеть. Давайте, значит, давайте я схему, значит, накидаю, что надо сделать. Вот, смотрите. Первый, мы можем выбрать n большое так, чтобы остаток вот того вот ряда был бы меньше, чем эпсилон пополам, да? Потом в n мы можем построить конечную эпсилон пополам сеть. Так, я схему, что делать, да? Здесь, смотрите, вот здесь возьмем такое n, чтобы вот это все было меньше, чем эпсилон пополам, да? А потом вот здесь вот возьмем, значит, если сумма по k1 до бесконечности меньше, чем c1, то от k1 до n тоже будет меньше, чем c1, да? Получается ограниченное множество vrn, первый n-компонент. А для них можно построить конечную эпсилон-сеть, да, в силу того, что это будет компакт vrn. А дальше доказываем, что полученное множество является как раз эпсилон-сетью. Значит, вот здесь вот vrn построен конечную эпсилон пополам сеть, а потом оставшиеся координаты, ну, как бы вот здесь получается будут какие-то там вот... Значит, вот будет там a1, 1 и так далее, там a1n. Вот, а потом a1, ну, допустим, там l, l элементов будет в этом эпсилон-сети, да, a, n, l. Ну, а дальше мы просто нули припишем, так? Ну, и, значит, полученное вот это вот, нули, что будет как раз эпсилон пополам сеть сетью в рассматриваем пространстве lp. Ну, здесь давайте уже деталей, детали вам оставим самостоятельно проработку. Хорошо, спасибо. Так, есть какие вопросы здесь? Да, вроде бы и нет. Ну вот, ну вот, использует критерий, там можно было решить оставшиеся задачи из домашней работы, да, там, додыхается компактность определенных множеств. Вот, отчасти, кстати говоря, в некоторых вариантах курсовой работы вот эта идея используется. Так, ну ладно, если тут нет вопросов, давайте мы перейдем к теме следующего занятия, а именно сжимающее отображение. Насколько я знаю, у вас лекция была, да? Так, верно? Да. Ну вот, значит, ну и дайте напомню отображение, определение. Значит, отображение f из x в x называется сжимающим. Значит, если для любых, значит, если существует альфа, принадлежащая множеству от нуля до единицы, ну, может быть, конечно, ноль. Ноль такой предельный случай, малоинтересный. До единицы такой, что для любых x, y из x расстояние, расстояние имеется в виду в метрическом пространстве x от f от x до f от y, не превосходит альфа на расстояние от x до y. Так, ну вот главная теорема, которая была в лекциях. Значит, если пространство x ро полное, то у сжимающего отображения существует единственная неподвижная точка. То есть, существует точка x такая, что f от x равняется x. Это понятие неподвижной точки. То есть, если мы действуем функцией f на x, мы получаем ту же самую точку. Так, полное и отображение сжимающее. Да, самое главное написал. f сжимающее. То существует единственная точка x такая, что f от x равняется x. То есть, данная точка есть неподвижная точка отображения. Давайте я обозначу x черточкой. И второе. Для любого xа существует предел последовательности xn. Для любого x нулевого из x существует предел последовательности xn, где xn получается по правилу f от xn минус первого. И этот предел равен x чертой. То есть, данную точку можно получить как предел последовательности. Как предел последовательности. Сначала мы берем первую точку, потом действием на нее отображением f получаем вторую точку, ну и так далее. То есть, каждый раз действием на точку преобразованием f получаем следующую точку. И вот у этой последовательности будет предел, и он совпадет с неподвижной точкой отображения. Еще, кстати, полезное, вот, значит, третье, давайте сюда, расстояние от xn до x черточкой меньше либо равняется, чем альфа в степени n на 1 минус альфа расстояние от x первого до x нулевого. Вот такое полезное, значит, утверждение. Позволяет оценить, здесь можно точность оценить приближение. То есть, мы можем сказать, насколько близко xn к предельной точке. Ну, вот это вот в лекциях были вот эти вот все утверждения. Давайте мы вот задачки посмотрим разные. Значит, вот первый пример. Смотрите, давайте рассмотрим такое уравнение. f от t равняется t, где f дифференцируемая на отрезке от a до b функция, производная которой, то есть супремо производной по всем t от a до b по модулю равен альфа, который меньше единицы. Вот давайте докажем, что данное уравнение имеет единственное решение. Первое уравнение, что 1 имеет единственное решение. Так, сейчас тут что-то, наверное, не хватало. Еще одно условие. Конечно, f должно отображать отрезок в себя. То есть, образ отрезка должен лежать внутри отрезка. Вот. Так. Так, ну какие будут предложения, как решать задачу? Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, что все молчат? Так... О, у нас тут уже много... Значит, как доказать единственность решения уравнения? Вот, смотрите... Мы можем рассмотреть отображение F. У нас что отображает? Отрезок AB в себя же. Вот если мы докажем, что отображение F сжимающее, то данное уравнение по сути определяет неподвижную точку отображения F. А значит, если отображение сжимающее, то неподвижная точка будет существовать единственная. Ну, как нам доказать, что отображение сжимающее? Давайте запишем расстояние от F от X до F от Y. Но у нас здесь отрезок AB, это подножество действительных чисел. То есть расстояние мы определяем вполне стандартным образом. F от X минус F от Y. И чем мы тут можем воспользоваться? Как нам оценить это расстояние? Ну... Может быть, оценить его, не нравится у треугольника? Ну, что это вам даст? Нам надо как-то связать это с разностью X минус Y, да? Да. Ну, давайте вот что вспомним. В тот раз уже, по-моему, вспоминали. Теорема Лагранжа конечных превращений в функции. F от X минус F от Y. Чему равно, если функция дифференцируема на отрезке? Производная в какой-то точке X на разность X минус Y. Знаете такую теорему? Да, все это. Кстати, знакомый. В первом семестре он мне доказывал. Вот, прекрасно. Значит, X и точка из отрезка AB. Ну, значит, смотрите, сюда подставляем, что получается. Что это есть? Модуль F штрих X на модуль X минус Y. Теперь сверху оценим. Ксито точка из отрезка AB. Значит, производная чем ограничена по условию? Видите, супремом не превосходит, а равен альфа, да? Значит, это меньше, чем альфа на X минус Y. Ну, что такое модуль X минус Y? Это же расстояние от X до Y. И альфа меньше единицы. Ну, больше нуля, да? Вот, получили, что отображение сжимающее. А значит, у него существует единственная неподвижная точка. Значит, F сжимающее. Следовательно, существует единственная точка X с черточкой, давайте назовем. Такая, что F от X с черточкой равняется X с черточкой. Но это и есть решение обозначенного уравнения. Так. Какие вопросы? Ну, давайте вот для иллюстрации полученного результата вот что посмотрим. Вот такое уравнение запишем. Так. 2X квадрат. У нас получается, что... Сейчас, просто я не совсем понимаю, как мы выявили, что у нас единственное решение, если у нас вот такая ситуация. Вот теорема о сжимающих отображениях. О сжимающих отображениях. А, все, тогда ладно. У нас пространство полное, отрезок АБЭТ, полное пространство, да? А, единственное неподвижное, все, ладно. Отображение сжимающее. Значит, единственная неподвижная точка, раз отображение сжимающее. Логично, тогда получается единственное решение. Все, тогда логично. Спасибо. Так, ну давайте вот... Сейчас не очень... А, не очень удачно записал. Вот такое уравнение рассмотрим. x квадрат минус 3x плюс 1 равно 0. Ну, можно сказать, ну что, ну квадратное уравнение, да? Все умеют его решать, да? Так. Но, тем не менее, значит, давайте вот что попробуем сделать. Ну, во-первых, найдем решение уравнения. Значит, какое решение будет уравнение? Ну, я думаю, все умеют, да? Да, там 3, значит, плюс-минус. Что тут будет? 9 минус 4, это из 5, да? Ну вот. Ну, давайте мы это уравнение перепишем в таком виде. x равен x квадрат плюс 1 пополам, да? Сведем такую функцию. f от x равняется 1 плюс x квадрат пополам. ой, почему пополам. На 3 же, на 3, да. Ну и давайте мы f будем рассматривать как функцию на отрезке от 0 до 1. f. Так, или не от 0 до 1. А, ну да, давайте от 0 до 1, да. Со значениями тоже в отрезке от 0 до 1. Ну, давайте проверим, что если мы возьмем число от 0 до 1, мы получим значение от 0 до 1. У нас, да, я график нарисую. Значит, вот функция f. Тут x. 1, 1 плюс x квадрат на 3. Ну, это парабола. У него здесь, значит, вершина в 0 будет. Потом в единичке будет значение. Здесь будет 1 третья. Тут будет 2 третьих в единичке, да. Ну и вот так она себя ведет. То есть, видите, если мы берем значение от 0 до 1, получаем... Если аргумент от 0 до 1, получаем значение тоже от 0 до 1. То есть, мы f имеем право трактовать как функцию определенной отрезки от 0 до 1 со значением в этом отрезке. Так. Давайте докажем, что это отображение сжимающее. Вот возьмем два числа x, y от 0 до 1. И рассмотрим расстояние от f от x до f от y. Значит, каким оно будет? Вот. Расстояние от f от x до f от y. Ну, кстати, вот только что мы показали, да. Это не превосходит максимум производный, да. По x от 0 до 1. f' Давайте не x, а не tau, да. f' от tau. Но на расстоянии от x до y. В нашем случае производная какая? f' от x. Так. Какой максимум производный? Так, максимум производный 2 третьих. 2 третьих, да. Ну, вот. А, тут будет расстояние от x до y. Ну, то есть модуль x минус y, верно? Вот это вот число альфа, то самое. Степень сжатия. Ну, и теперь смотрите, как можно решать это уравнение. Берем какое число от 0 до 1. Ну, например, 0. x равно 0, да. Давайте x нулевое равно 0. Дальше. f' от x нулевого. Это будет x1. Чему равна? А, так, x1 у нас равен 1 треть. Ну да, вот подставляем 1 треть. Дальше. x2, это f от x1. 2 третьих. То есть 1 плюс... Так, здесь будет 1 девятое на 3, да? Да, да, да. Ну, что тут получится? 27. 10. 27. Ну и так далее, да? Так. Ну, можем вот так продолжать, да? Там... Ну, давайте x3 еще напишем. Значит, что тут? 1 плюс 10 27 в квадрате, да? Да, в квадрате. Ну, давайте вот посчитаем, сколько здесь примерно будет. В квадрате сейчас посчитаем. 100. Такой 3 в шестой. Так, секунду 3 в шестой плюс 100 делить на 3 в седьмой. Так, это сколько примерно? Ну, это все равно чуть больше 1 треть получается. Так, ну, скажите, сколько получится примерно. Так, ну, это если можно калькулятором использовать, так не прикину. Ну, да, вот им и надо воспользоваться. Так. Что-то 0 в целых. Ну, и смотрите, так можно продолжать, да? x4, да, и так далее. Ну, смотрите, что получается. Если мы будем продолжать, то мы должны получить примерно корень этого уравнения. Но корень который? Тот корень, который в отрезке от нуля до единицы. Какой из двух корней в отрезке от нуля до единицы? Наверное, тот, который с минусом, да? Ну, да. Идти пополам. Ну, давайте вот это вот примерно посчитайте, сколько будет. Сейчас скажу. 3 минус. Вот так. 3 минус. Так. Полный что-то неправильно будет считаю. Сейчас, секунду. Корень из пяти же должен быть. Ага, все, так. Делить надо. 0,382 тысяча, к примеру, будет. Ага. Ну, вот видите, мы уже очень близки, да? Можно теоретически записать. Вот расстояние от x3 до x-черчечка не превосходит. Чего? Вот получали степень альфа в кубе. На 1 минус альфа. Здесь расстояние от x1 до x0. Значит, так. Альфа у нас сколько? Это 2 трети, да? Ага. То есть 2 третьих в кубе. Здесь будет 1 третья. Расстояние от x1 до x0, это 1 третья, да? Видите, 1 третья сократилась. Осталось 2 третьих в кубе. Ну, 2 третьих в кубе, это 8,27, сколько это примерно? Так, 8,27. Ну, это у нас даже меньше 1 третья. А 0,296 тысяч. Ага. Ну, видите, да, здесь... Это несколько даже перестраховочная оценка оказалась на деле, да? Точность гораздо выше, чем мы можем обещать. Ну, вот вы можете теоретически всегда получить любую точность, да? Вот расстояние от x1 до x0 будет не превосходить 2 третьих в степени... А, 2 третьих в степени n. Да, если вы хотите получить точность эпсилона, вы берете вот здесь вот меньше, чем эпсилон. И тогда n должно быть каким? n должно быть... Значит, что там? Ну, надо прологарифмировать, да? Так. n у нас будет... Сейчас скажу, сколько... n на логарифм 2 третьих должно быть меньше логарифма эпсилон, так? Но учитывая, что логарифм эпсилон и логарифм 2 третьих отрицательны, да, то n должно быть больше, чем логарифм эпсилон делённый на логарифм 2 третьих. Да, вот если вы возьмете такое n, то этого будет достаточно. Для обеспечения требуемой точности. Вот. Ясно, да? Да. Так, ну хорошо. Вот в качестве домашнего задания, смотрите, ну здесь вроде-то всё просто, да? Вы можете поупражняться, взять какое-нибудь уравнение, вроде t равняется 1 плюс синус t, ну скажем, пополам. Ну вот, это уравнение же так просто не решить. Ну и найдите его решение. Ну там, с точностью, например, до 1 сотой. Можно здесь программку простую написать, который вам посчитает. Ну, я не знаю, сколько будет итерации, можете сами прикинуть, например, сколько потребуется итераций. Вот. Вот эти уравнения можно численно решать. Вот так за метод простых итераций на этом основе. Так. Ну ладно. Так, далее. Давайте рассмотрим такую последовательность. 2, потом 2 плюс 1 вторая, 2 плюс 1, 2 плюс 1 вторая, потом 2 плюс 1, 2 плюс, так, 1, а тут 2 плюс 1 вторая, ну и так далее, да? Видите, такая вот последовательность цепных дробей. Вот, спрашивается, есть ли у этой последовательности предел, если да, то чему он равен? Ох ты. Предел. Так, у нас получается знаменатель. Так, знаменатель дроби будет расти. Вообще. Хотя, даже не предел, еще надо понять, какой будет у знаменателя. Ну, значит, смотрите, как нам вот, значит, давайте попробуем записать эту последовательность. Вот как нам ее задать, там, например, рекуррентно? Вот, х равно двойке, так, а как задать хн, хн плюс первое, знаю, хн? Сейчас подумаем. Я попробую ввести. 2 плюс 1, деленное на хн. Ну, конечно, 2 плюс 1, деленное на хн. Если исходить, можно написать так, f от хн, ну, собственно, да, вот f от хн, вот так определяется, да? Ну, вот, теперь давайте заметим, что f у нас отображает луч от 2 до бесконечности. Куда? Ну, тут в тот же луч, да? Ну, согласно, да, берем любое число. Даже если любое положительное число взять, да, ну, число больше 2, всегда будем получать в результате тоже число больше 2. С этим согласно, да? Ну, да, логично. Ну, а теперь осталось доказать, что я вжимающее. Значит, берем два числа, x, y, от 2 до бесконечности, и рассматриваем их разность. f от х минус f от y. Значит, что тут получится? Ну, я не знаю, правда, можно ли это утверждать. Потому что, ну, тут явно между любыми двумя членами расстояние будет не более чем... Ну, на вот этот отрезок от 0 до 1 он, в принципе, подходит. Ну, конечно, он, скорее всего, не уже будет, но то, что вот от 0 до 1 точно полностью покрывает, это точно. Ну, видите, двойка сокращается, да, что остается? 1 на x минус 1 на y. Давайте так запишем. Значит, равно. К общезназначену приведем. Здесь будет x, y. Я модуль не буду писать, поскольку у нас x, y положительный. Здесь будет x минус y. Ну, раз модуль я тут, значит, не буду y минус x писать. А теперь, смотрите, x, y не меньше 2. Значит, чем можно ограничить эту дробь? Так, x меньше 2, меньше 2. Единицей? Или чем-то поменьше еще можно? Ну, что, нет, единицы грубо. Одно и второй? Нет, зачем одно и второй? Вот, смотрите, у нас, значит, если взаменатель уменьшить, то что с дробью произойдет? Она увеличится. Да, значит, какое здесь самое маленькое значение знаменателя может быть? У нас x, y от 2. А, тогда получается 4. Ну да, то есть вот так можем сказать. Одна четвертая на x минус y. Значит, что мы доказали? Отображение является сжимающим с коэффициентом сжатия 1 четвертая. Хорошо, отображение сжимающим. Вот. Но раз оно сжимающее, то подобная последовательность, x n плюс 1 равняется f от x n, имеет предел. И этот предел чему равен? Придел чему равен? Придел чему равен? Но равен x с черточкой, да? И x с черточкой это что? Ну, это неподвижная точка. Ну, то есть это решение такого уравнения, да? f от x черточкой равен с x черточкой. Ну и что, получаем? x с черточкой равняется единица плюс... Нет, а, двойка, да? Там единица была. Двойка. 2 плюс единица на x с черточкой. Так, ну, самостоятельно решить это уравнение. Скажите, чему равен x с черточкой. У меня что, с квадратное уравнение получится, да? Ну да, еще попробуем. С квадрат. Так. один плюс минус корень из двух получился ну да но сил даже второй корень не попадает вот предел будет равен вот этому числу но мы попутно получили представление данного рационального числа виде цепной дроби до ну ладно так есть тут вопросы так чем мы еще можем значит можем 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 давайте вот такой пример смотрите теперь пойдем в более интересные пространства значит пространство непрерывных функций на отрезке от нуля до единицы давайте я задам вот такое вот уравнение значит 0 равен 2x от t минус x от 3 т если у нас ты от 0 до 1 3 потом значит здесь я ниже напишу x от 3 т минус 2 плюс 1 минус 2 от 2 от x от t это когда у нас это когда у нас 3 от 2 3 до 1 ну а здесь вот правую часть давайте доопределим до непрерывности но здесь вот значит напишу так вот x от t минус 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 f от t когда ты у нас код 1 3 до 2 3 где значит f от t это прямая которая проходит через точки значит проходящие через точки проходящие через точки значит первая точка значит одна третья но вот я хочу чтобы непрерывность было да так 1 2 x от единица так а вторая точка будет две третьих а в двух третьих я хочу чтобы вот эта ветка получалось да значит есть то что подставить так 1 2 x от 0 плюс 1 2 вот смотрите давайте докажем что у этого уравнения существует единственное решение в пространстве непрерывных функций а решение в пространстве непрерывных функций н и а и и и но значит смотрите давайте для начала попробовать записать в виде такого уравнения вот x от равняется и здесь смотрите некоторая функция будет значит функция f от x а от t который определено следующим образом ну а дальше вот из каждой ветки выразим x от т значит будет x от 3 т деленное пополам это когда ты от 0 до 1 3 потом будет f от т это когда ты от 1 3 до 2 3 ну и в последнем случае будет так сейчас эти коротко пишу 1 плюс x от 3 минус 2 деленное на 2 это когда ты от 2 3 до единицы вот видите такое вот отображение да ну давайте докажем что она сжимающее значит как доказать взять две функции x и y и найти расстояние между ними так вспоминаем как определяется расстояние в пространстве непрерывных функций так кто помнит так кто помнит как определяется расстояние в пространстве непрерывных функций так у нас это будет как расстояние сейчас максимальное расстояние по модуль xd минус yt ну да 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 вот меньше либо равняется чего значит получается так вот тут видите тут получается значит будет максимум из трех составляющих да вот на каждом отрезке отдельно максимум найдем на 1 получаем максимум когда ты от 0 до 1 3 здесь будет x от 3d минус y от 3d пополам так дальше второе давайте я наверно вот с третьей ветки начну здесь будет максимум когда ты от двух третьих до единицы так здесь смотрите что есть сократится единица до этого не сократится останется x от 3d минус 2 минус y от y от 3d минус 2 по модулю пополам ну и третья ветка так здесь вот чуть интереснее да так вот здесь будет две прямые да согласна начну расстояние между двумя прямыми чем можно оценить царик дайте нарисую для прямые 1 прямая да вот тут 0 тут 1 и 2 прямая но если мы запишем функцию расстояние между ними мы снова получим прямую да и максимум где будет но либо либо вот 0 либо в единице да у нас прямая через какие точки проходит прямая на рисунке и прямая исходная ну вот вот эти две точки да значит сюда мы что можем дописать максимум вот смотрите вот с точки 1 3 мы хотим найти вот максимум расстояние между двумя прямыми в точках 1 3 2 3 икс от единицы минус игрек от единицы да ну и максимум здесь 1 2 а тут x от 0 и нас играет от 0 до ну вот я могу вот так схематически здесь одна треть тут две трети да то есть расстояние между прямыми в точке 1 3 это будет 1 2 икс от единицы минус игрек от единицы да в точке две трети то расстояние будет на 2 x от 0 минус игрек от 0 ну и смотрите все это не превосходит чего 1 2 на максимум по всем т от 0 до единицы икс от единицы минус игрек от единицы так вот с этим согласны видите да здесь аргумент совпадает вы сделаете замену переменных вот тут 3t обозначите за тау да вот тут 3t минус 2 тоже за тау обозначили тау получается менять с 0 до 1 ну а здесь понятно дело разность значений в точке 1 не превосходит значит разность максимально значений функций дело опять же 1 2 на расстояние от икса до игрека получили что отображение сжимающие верно да с коэффициентом 1 2 ну вот а раз она сжимающие то этого отображения существует единственно неподвижная . давайте мы назовем центр то есть это решение уравнения f под c равняется c вот она неподвижная . это функция давайте попробуем построить по клеточкам буду строить это замечательный примерно еще вот смотрите так так но я вот возьму такой масштаб здесь единичку возьмем а здесь знаете здесь вот я позвольте немножко растянуть вот сюда единичку поставлю так ну и первую функцию я возьму такую икс нулевое возьму прямую ну то есть x нулевое т равно тем далее смотри теперь я построю x 1 вот сюда вот наверно рядышком так на и смотрите что произойдет вот я тут алис одна три части поделить было другое число клеток сеть ну ладно вот так вот примерно здесь одна треть тут две трети смотреть когда ты от 0 до 1 3 мы получаем что икс от т равняется икс от трех т пополам то есть что надо сделать надо сначала график сжать сжать по оси абсцисс в три раза а потом сжать по сердино в два раза согласно помните да в школе учили как графики строить то есть мы сжимаем в три раза получается функция должна вот сюда прийти из нуля а потом сжимаем в два раза четвертая вот сюда вот то есть вот будет что вот так вот да теперь смотрите что будет в точке две третьих но здесь еще надо сдвинуть и поднять на одну вторую значит поднять на одну вторую сдвинуть получается на самом деле вот что так сейчас повыше поднимем вот так вот здесь четвертая кривовато вообще наклон одинаковый должен быть вот здесь вот скорее сократим так и вот так теперь смотрите что будет дальше идем еще одну операцию нарисую и здесь я еще раз на три части делю отрезок единица так вот тут одна треть тут две третих а теперь смотрите основу беру весь этот график его надо сжать по оси абсцисс три раза и сжать по оси ординат два раза знаете смотрите что получается так будет как то вот так вот так вот так вот так вот так вот вот далее теперь на отрезке от двух третий до единицы здесь на самом деле получится тот же самый график но сдвинутый будет вот такая вот история так так и вот так а здесь прямая вот смотрите видите вот эти два участка будут одинаково выглядеть следующий шаг мы теперь вот это все сжимаем вот тут одна треть остается я теперь пытаюсь вот так нарисовать как-то вот так вот что ли да ну и так далее значит понятен принцип что происходит вы сжимаете очень много раз график но да получается такое вот самоподобие да по сути такая фрактальная система вот смотрите здесь вот здесь вот будет отрезок от одной девятый до двух девятых да потом ну здесь как бы все опять ужмется здесь будет дальше треск от одной двадцать седьмой до двух двадцать седьмых ну и вот короче говоря так сжимается сжимается постоянно если мы перейдем к пределу принц стремящийся к бесконечности мы получим некоторую непрерывную функцию но в силу того что отображение сжимающие есть пределы непрерывен вот но и есть название этой функции c от x это коза кантерова лестница вот а рядом интересных свойств обладает но например в почти всех точках производная нулю равна что такое почти все точки он аромат анализе рассказывали ничего там курс подробнее поговорим мне почти всюду производная равна нулю на функции непрерывно сидит бывает непрерывная на то непрерывная функция которая принимает все значения от нуля до единицы но при этом ее производная почти всюду ноль вот ну и про кантеровую лестницу чуть попозже поговорим так есть вопросы нет дальше ну вот дать домашнее задание первое дайте рассмотрим отображение за рэн в рэн докажите что а значит а а просто матрицей сдается а от x просто определяется как матричное умножение а на x значит докажите что а сжимающие если сумма всех квадратов этой матрицы строго меньше единицы строго меньше единицы а вот если мы рассмотрим а из р.н. но давайте вот бесконечно здесь поставим в р.н. бесконечности 100 а будет сжимающим если выполнено следующее условие так минутку вот она наш сумма нет неправильно пишет и сумма а максимум по всем и от 1 до n а тут сумма позже от 1 до n а и тоже то меньше одного вот есть такой условия выполнена так на давайте только первое второе третье так что еще вот такая хорошая задачка есть варить пусть у нас рассмотрим уравнение такого вида x от т равняется лямда на интеграл от нуля до единицы т квадрат с x от s d с плюс т такое интегральное уравнение но мы это рассматриваем в пространстве непрерывных функций то есть некая функция да видите у нас слева функция и справа функция вот видите здесь т квадрат вынесет из-под интеграла то есть здесь а папа паста ps интегрируется ну в пространстве непрерывных функций то есть мы считаем что x это непрерывная функция отрезки 0 1 вот давайте так выясним значит выясните при каких лябда лямда значит существует единственное решение это уравнение ну точнее давайте вот шаг при каких лямда отображение сжимающее вот если отображение сжимающее что мы легко доказываем существование единственность решения уравнения но если отображение не сжимающее то здесь тяжелее доказывать поэтому давайте мы вот не будем значит сюда углубляться и попробуйте доказать что попробуйте найти аналитические это решение найдите найти решение аналитическим так ну и попробуйте его построить с помощью предложенного принципа сжимающих отображений и найдите его но с некоторой точностью и всего с помощью принципа сжимающих отображений так но четвертое что еще можно взять можно взять такое вот уравнение смотрите так икс от и равняется т плюс эпсилон так на так эпсилон на x от т в степени альфа но здесь значит альф эпсилон по модулю меньше единица фиксирована ну и альфа больше нуля тоже фиксирована попробуйте докажите существование единственное решение этого уравнения в пространстве непрерывных функций доказать существование единственность решение этого уравнения в пространстве непрерывных функций так так ну ладно хватит пожалуй так какие есть вопросы так все ли было понятно но отлично так есть какие-то вопросы по курсовой я значит восемь вечера на связь еще выхожу до свидания